Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В судебном разбирательстве по факту безжалостного убийства и сожжения двухлетней девочки поставили точку. Подсудимых отчима малышки и родную мать приговорили к 23 из 6 годам лишения свободы. Окончательное назначенное оказание в виде 23 лет лишения свободы с контрискацией имущества, добытым преступным путем, либо приобретенного нас леса, добытым преступным путем, с обновлением наказания в справительной колонии особого режима. Каждая семья, пострадавшая в результате паводков, получит компенсацию за потерянное имущество. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил населенные пункты региона и встретился с пострадавшими. В Караганде почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ровно 31 год прошелся дни аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня в честь памятной даты в Парке Победы прошел митинг-реквием. Подробности далее. Сожителей, которые сожгли тело двухлетней дочери, осудили. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам вынес приговор в отношении родной матери ребенка и ее сожителя. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве и краже, женщину в сокрытии преступления и также совершении кражи. Фигурантам громкого уголовного дела дали 23,6 лет лишения свободы. Также судья назначил им принудительное лечение от алкогольной зависимости. Известно, что оба подсудимых уже отбывали наказание за убийство. Жестокое убийство двухлетней Евелины Драган, совершенное отчимом и родной матерью малышки, не оставило равнодушным общество. Журналисты скрупулезно отслеживали судебное разбирательство. Беспристрастными оставались лишь сами подсудимые. Ни разу на протяжении всех слушаний на их лицах не отразилось раскаяние. Исламхан Исимбаев приговорил отчима ребенка Владимира Зеленого к 23 годам. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Первые пять лет Зеленый проведет в тюрьме. Матери малышки дали шесть лет. Ее признали виновной в недонесении о преступлении и краже. Также суд назначил обоим принудительное лечение от алкоголизма и взыскал с них судебные издержки. Кроме того, судья вынес частные постановления в адрес прокуратуры и следственных органов, которые слишком мягко расследовали уголовное дело в отношении Драган. По словам судьи, ее нужно было привлечь к уголовной ответственности также за пособничество в убийстве. Стороны жалобы на частное постановление, адресованное в судебную коллегию по думAR ĐQ областного суда присылаете в наш адрес, после чего указаны частные постановления вместе с материалами уголовного дела. Будут направлены в судебную коллегию по ig. ДПaro для рассмотрения по существу. Напомним, осужденная Ильяна Драган уже сидела в исправительном учреждении Чемолгана за убийство своей бабушки. Ее сожитель Владимир Зеленый отбывал наказание за другое убийство. Оба освободились из мест лишения свободы условно-досрочно. С тех пор женщина успела родить троих детей. Старшей девочке 7 лет. Она и ее годовалый младший брат, совместный ребенок с сожителей, находятся в детском доме. Айям Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Метеорологи называют аномальными паводки в Карагандинской области. В последние три года осадки зимой значительно превышают норму, особенно в бассейнах рек. В нынешнем году от паводков пострадали жители из шести районов области. В пяти районах объявлена чрезвычайная ситуация. С пострадавшими встретился глава области Ерлан Кушанов. Каждой пострадавшей семье будет выплачена компенсация за потерянное имущество. Такое заявление сделал Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов на встрече с жителями поселков, пострадавших от паводка. По словам многих сельчан, паводок, хоть и нанес ощутимый урон хозяйству, был несравним с тем, что прошел в 2015 году. А в 2015-м тоже подтопило? В 2015-м выше было. Страшнее было. Там посередине окон было. А не может они смогли тогда спасти? Мы сейчас думаем, как системно решить эту проблему за лет. Да, это надо. У нас все и люди говорят, что не обязательно, что нам деньги. Главное, сделайте плотину, чтобы мы вот этого горя не знали. Мы сейчас думаем, я дал поручение сейчас ученых привлекли мы в гидрогово. Да, да, да. Что-то в оборье. Или будет обводная дамба. Ну, изучаем этот вопрос. Одним из мер по недопущению подтопления домов – это создание плотины либо обводного канала. Некоторые сельчане настаивают на переселении. Об этом они заявили на стихийном сходе в поселке Садовое. Почему тогда нам разрешили строить дома, если здесь постоянно топит? Мы взяли большие кредиты, обустроились, а теперь вот опять все затопило. Нам некуда идти. Мы просим, чтобы нас переселили в безопасное место, потому что мы боимся дальше здесь жить. Однако переселение – это очень сложный процесс, заявил глава региона. В настоящее время ведется работа сразу над несколькими проектами. Но если поселки Гагаринске и Чкалово можно защитить, то вот в Садовом дело обстоит сложнее. Ну, конечно, это очень сложный вопрос. Если по Чкалово у нас есть проект решения, по поселку Садово, конечно, тяжело, потому что здесь две реки, она как раз соединяется здесь, и прямо вода со всех сторон идет. И полностью окружить этот дом дам бы тоже, это очень сложно. Поэтому будем искать решения. Конечно, население требует, чтобы мы их переселили. Ну, это вопрос очень сложный. Очень сложный. Но мы будем решать этим летом, я думаю, будем находить решение. Вместе с тем свою работу завершает независимая комиссия по оценке нанесенного ущерба. Со дня на день жители ожидают выплаты. Стоит также отметить, что в отличие от позапрошлогодней стихии, в этот раз все жители подтопленных сел были предупреждены заранее о надвигающемся паводке. И все же власти приняли решение оказать материальную помощь всем, вне зависимости от того, способствовали ли жители сохранению своего имущества или нет. Мы заранее всех предупредили. Мы вывезли скот на безопасное расстояние. Мы людей, в первую очередь, эвакуировали по родственникам, школы, на безопасные места. И самое главное, мы уберегли также имущество. Но если где-то там, мы видели, телевизор где-то попал, сломался, или еще какие-то вопросы есть, я думаю, мы с пониманием отнесемся. Комиссия отработает, и по итогам комиссии мы решим. Я думаю, все будут довольны. В настоящее время остаются подтопленными шесть домов в селе Тасуат Нуринского района. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, на реках Карагандинской области наблюдается значительный спад уровней воды. Андрей Тенулжас, Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском регионе паводковая обстановка стабилизировалась. Такое заявление сделали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Спасатели сообщают, что весенние процессы по области практически завершены. На реках наблюдается значительный спад уровней воды. Несмотря на значительные объемы паводковых вод в текущем году, соизмеримый по масштабам с аналогичным периодом 2015 года весенний процесс проходил более стабильно и контролируемо. Это достигнуто благодаря своевременно принятым мерам по опорожнению водохранилищ. В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области аварийно-спасательные работы в целом завершены. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям вернулись в места постоянной дислокации. Тем не менее, на контроле остается населенный пункт Тасуат Нуринского района, где еще имеются потопленные дома. Кроме того, продолжается откачка воды из придворовых территорий и погребов в поселке Садовое. В Караганде почтили память ликвидаторов аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Отдать дань памяти погибшим пришли родственники ликвидаторов, школьники и студенты, а также представители местных властей. На ликвидацию аварий на Чернобыльской АЭС из Казахстана за все время было направлено порядка десятка тысяч человек. По последним официальным данным, в настоящее время в Казахстане осталось всего более 6 тысяч ликвидаторов аварий. В Караганде их 257 человек. Среди них Иван Науменко. Его забрали в Чернобыль 9 мая. В ликвидации принимал участие в качестве командира роты инженерно-суперной группы, вспоминает чернобылец. «Работали ребята не за страх, а на совесть. Надо признать, в то время мало кто задумывался о последствиях. Сейчас мы пожинаем плоды этой аварии. Из тех, кто побывал в Чернобыле, с каждым годом остается все меньше ребят», говорит Иван Константинович. «Вся 30-километровая зона моя, ну хотя мы и были и в 10-километровой зоне, в 8-килом, ну в основном была 30-километровая зона. Мы именно по всей Гомельской области именно ходили. Ну что, хоронили технику, которая фонит очень. Хоронили лен, косили и закапывали его. Ну и, соответственно, устанавливали знаки «зараженная зона». Каждый из чернобыльцев мысленно вспоминал те годы. Все началось с того, что в ночь на 26 апреля 1986 года во время испытаний на 4-м энергоблоке станции произошел взрыв и пожар. В результате был полностью разрушен реактор. В окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Для ликвидации последствий аварии на станцию прибыли специалисты из разных уголков страны. Тогда было необходимо, во что бы то ни стало, в рекордно короткие сроки установить саркофаг над взорвавшимся реактором 4-го энергоблока. Работа по строительству саркофага, дезактивации станции и прилегающие территории в основном легли на воинов советской армии. Не считаясь с опасностью для собственной жизни, сотни тысяч людей делали все для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия. Среди них более 30 тысяч человек приехали из Казахстана. Ликвидаторы получили высокую дозу облучения, которая стала причиной многих неизлечимых заболеваний. Из Карагандинской области на ликвидацию прибыли 3 тысячи человек. Но вернулись только половина. И с каждым годом их становится все меньше. Представитель общественного объединения инвалиды-чернобыльцы Караганды Олег Ким сообщил, что сейчас их осталось 257 человек. По области около 560. В живых нас осталось еще меньше, чем в прошлом году, на 7 человек. 7 человек за год умерли. Ушли из этой жизни по болезни, связанной с полученным облучением, при участии на ликвидации последствий этой аварии. Представитель городского офицерского союза чернобыльцев заметил, что никогда не сожалел о том, что принимал участие в ликвидации аварии. На митинге реквиме заместитель Акима города Ирина Любарская отметила, что город помнит имена всех героев, принявших участие в борьбе с последствиями аварии. Усилия ликвидаторов аварии и героический, самоотверженный труд в период с апреля 1986 года по декабрь 1990 года позволили предотвратить глобальные последствия катастрофы. Ваш опыт по ликвидации аварии, трудовой героизм является для нас и в первую очередь для молодого поколения примером профессионализма и беззаветного служения Отечеству. Представители власти наградили благодарственными письмами тех, кто отдал самые лучшие годы своей жизни и здоровье Чернобылю. Отмечая этот день, мы чтим память погибших при ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС, бесстрашных патриотов нашей земли. Мы будем всегда помнить мужество и самоотверженность. Фариза Улбаева, Жаксул Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ежегодное самоуправление, молодежный маслехат, дом надежды. Все это является результатом реализации в Караганде специальной программы под названием «Город дружественный к ребенку». В городском акимате принимали координатора и экспертов этой программы. Насколько Караганда дружественна к юным горожанам, расскажут наши журналисты. С 2013 года Караганда присоединилась к проекту «Город дружественный к ребенку». Эта инициатива, по мнению городских властей, способствует объединению всех государственных органов по оказанию социальных услуг детям, поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации. Среди других задач проектов – повышение правовой грамотности среди детей и подростков. Одно из главных достижений – ежегодная организация самоуправления. Ежегодно у нас проводится городской день самоуправления, на котором молодежными общественными организациями были презентованы социальные проекты «Школа молодого лидера», «Вела Караганда», «Самодетный театр карагандийской молодежи», «Проект независимые звезды» и многие другие. А с прошлого года в областном центре действует молодежный маслехат. Право на получение бесплатного среднего образования – пожалуй, это главное, неотъемлемое право, закрепленное за каждым юным казахстанцем. В области образования Караганда может похвастаться открытием новых детских садов и школ. Кроме того, именно в шахтерской столице одними из первых создали «Дом надежды». Эти и другие проекты были представлены гостям. Среди них и координатор программы ЮНИСЕФ по жизнестойкости детей. «Хотелось бы пожелать, чтобы дети из разных слоев были вовлечены в жизнь города. То есть, конечно же, у нас это в стране в целом. Мы видим, что очень большие надежды возлагаются на детей лидеров, на детей талантливых. Хотелось бы, чтобы детей обычных, из простых семей, детей, которые в уязвимом положении, тоже было направлено достаточно много усилий, и чтобы их вовлекали в принятие решений». Представленный минимальный пакет мер включает в себя профилактику подростковых суицидов и детского травматизма, а также широкий круг вопросов, затрагивающих детское здоровье, образование, социальное равенство и безопасность. В ходе рабочей встречи участники обсудили планы работы по реализации инициативы на предстоящие два года, а также презентовали деятельность молодежного маслехата. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде началась охота на мотоциклистов. Правда, ловить будут не всех подряд, а только нарушители правил дорожного движения. Вот уже несколько дней Стражи Порядка проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». И как результат, первые нарушители уже выявлены. Вот так зачастую обрывается жизнь лихачей на мотоциклах. В народе мотоциклистов часто называют «камикадзе». Они подвергают опасность не только себя, но и окружающих. Согласно статистике, в 2016 году в области зарегистрировано 46 ДТП с участием мотоциклистов. Пострадали 41 человек, 6 погибло. Также в прошлом году зарегистрировано 15 ДТП с участием скутеров. Различные травмы получили 17 человек. Мы буквально за один день УПМа более 8 мотоциклов задержали. Поместили, как вы видите, на нашу территорию, стоянки. Составлено было более 13 административных протоколов в отношении этих водителей. Данная акция, данный УПМ будет проходить у нас 127-го включительно. Мы, в принципе, ежедневно будем выезжать, отрабатывать. Во время УПМ блюстители порядка проверят регистрацию транспортных средств и будут задерживать несовершеннолетних за рулем. Также под раздачу попадут водители без шлемов и водительского удостоверения. Естественно, что особо жесткий спрос будет за нетрезвость лихачей. При этом добросовестных владельцев мототехники полицейские обещают не трогать. Айя Мамрина Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Только в прошлом году в мире было зарегистрировано более 130 тысяч летальных исходов от осложнения кори. Все это по причине того, что родители отказываются от прививок своим детям. Такое заявление сделали медицинские работники. Только за прошлый год в Казахстане зафиксировано 9 тысяч случаев отказа от прививки. В течение последних лет в Караганде и в целом в Казахстане увеличилось количество отказов родителей от вакцинации детей. За весь прошлый год в стране было зарегистрировано 9 тысяч случаев отказа. Не всегда инфекционные заболевания излечиваются антибиотиками, так как микроорганизмы приобретают сопротивляемость к лекарствам, что сказывается на эффективности и своевременности лечения. А в итоге его исходе, заявили специалисты. Мы сейчас родители как рассуждают. Я не буду вакцинировать, потому что, в принципе, достаточно медицинских препаратов. Если что и случится, то вылечат. Но, к сожалению, это не так. Микроорганизмы, так же, как и все в природе, не стоят на месте, движутся вперед, и микроорганизмы приобретают резистентность. На протяжении многих веков из-за высокой смертности корь называли детской чумой. Однако и в наше время смертность от кори велика. Ежегодно в мире от кори умирают сотни тысяч детей. В 2016 году летальных исходов было более 130 тысяч случаев. Это получается 367 случаев. Мы получаем фактически год. И гоня в день регистрируется. И 15 случаев смертей от кори регистрируются в час. То есть вы видите, что очень высокий процент летальности. Летальность, как Елена Алексеевна сказала, в основном от осложнений вакциноуправляемых инфекций. В Карагандинской области с 24 по 30 апреля проводится неделя иммунизации под лозунгом «Вакцины действуют». В эти дни медицинские работники примут тех, кто по каким-либо причинам не получил прививки от различных заболеваний. Пройти вакцинацию могут как дети, так и взрослые в возрасте 26, 36, 46 и 56 лет. Бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Андрей Тен, Ажар Гибаева, Жексалык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Победители определены. В областной юношеской библиотеке имени Бекторова наградили победителей недели юношеской книги «Горизонты знаний». В течение недели читатели принимали участие в конкурсах, играх, викторинах и мастер-классах. Последним пунктом недели юношеской книги стал мастер-класс. Читателям библиотеки представили уроки по керамике. Газис Жумабеков около 25 лет занимается изготовлением поделок из глины. Мастер отмечает, что главный плюс этого занятия в том, что нет никаких расходов. Все выполняется из подручных средств, которые легко можно найти дома. Сегодня Газис делится своим опытом с молодым поколением. В дальнейшем планирует открыть свою школу. Это семейный бизнес. За неделю всей семьей мы можем изготовить более 120 поделок. Изделия бывают разные, и цены у них разные. Выжигание стоит дороже, что-то другое – дешевле. Наши изделия продаются по всему Казахстану. Из-за того, что мы уже давно на этом рынке, про нас многие знают и даже иностранцы покупают. Можно сказать, что в музеях выставляются наши коллекции. С 18 по 25 апреля в областной юношеской библиотеке имени Бектурова прошла неделя юношеской книги «Горизонты знаний». В течение недели дети и подростки принимали участие в различных играх, викторинах, музыкальных вечерах и мастер-классах. Работники библиотеки заявили, что таким образом они пытаются вызвать у подрастающего поколения интерес к книгам. Мероприятие проводилось в честь сразу нескольких важных событий. Это и 100-летие движения «Алаш», и 105-летие со дня рождения Жаика Бектурова и предстоящая международная выставка «Экспо-2017». Сегодня состоялись итоги недели юношеской книги. Благодарственными письмами наградили участников квест игры «Где-где в Караганде». Также всем участникам вручались призы от наших коллег. Это театр имени Сифулина, музей изобразительных искусств, книжный магазин. Призы были в виде билета в театр интересных книг. Напомним, что в первый день недели юношеской книги участники соревновались в квест-игре «Где-где в Караганде». По итогам победила команда «Историки». Качество и надежность – главные критерии, которыми руководствуется компания «Караганды-Жарык». Советник генерального директора Виктор Слепухов отчитался о проделанной работе по регулированию услуг за 2016 год. Стоит отметить, что такие отчетные встречи энергетики проводят ежегодно. Компания «Караганды-Жарык» уже 14 лет работает в сфере оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии и осуществляет оперативный эксплуатационный ремонт по обслуживанию оборудования в городе. Сегодня в Караганде был представлен отчет перед потребителями за 2016 год. Общей оценкой мы считаем, что «Караганды-Жарык» отработал благополучно. Мы прошли отопительный сезон без каких-либо эксцессов, у которых нет ни одной аварии в сетях. Отказы есть оборудование, но они всегда будут, потому что надежность работы сетей идет по категорийности. И вот третья категория, она допускает сразу по проекту, по эксплуатации этой сети кратковременное погашение. Поэтому мы хорошо прошли зимний отопительный сезон, довольны работой своей. Ну и стараемся теперь уже готовиться. Есть планы, утвержденные уже Госэнергоназором и департаментом. Услугами компании в настоящее время пользуются все население Караганды и сотни предприятий города. Надежность бесперебойной передачи электроэнергии осуществляется благодаря полутора тысячами сотрудников. Караганды-Жарык обслуживает 15 сетевых районов. Одним из показательных достижений компании является внедрение в этом году автоматизированных систем коммерческого учета электрической мощности и энергии. Самая большая работа, которая будет, это строительство новой подстанции 110 на 10 кВт Тихоновка. Потому что там нет ни надежности, ни свободной мощности, чтобы потребителей, малый и средний бизнес включать. Поэтому это основная задача, она уже начата, эти работы. Мы будем строить подстанцию, которую заложили еще в схеме развития электрических сетей города Караганды. Это было сделано 6-7 лет назад. Сейчас используем свою возможность дальше развивать электрическую сеть. Энергетики ставят конкретные и выполнимые задачи, в числе которых модернизация всех городских подстанций. И самое главное – качественное бесперебойное электростабжение. Одним из приоритетных направлений в инвестиционной программе является продолжение реконструкции распределительной сети 0,4, 6 и 10 кВт. Фариза Улбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова